Образимся к истории. Строительство аккумуляторного завода в Брестском районе изначально вызвало несогласие общественности, особенно людей, которые проживают в зоне этого предприятия. Угроза экологии и здоровью людей – это то, на что может повлиять это предприятие. Было много встреч с руководителями завода, проектировщиками, экспертами, которые утверждали, что это не так, как показало время, и многочисленные мониторинги многие моменты подтвердились. В 2019 году, 14 июня, председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис вынес распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода до устранения выявленных нарушений. А 22 июня 2020 Александр Лукашенко, находясь в Бресте, во время встречи с противниками строительства завода, сказал, что его судьбу решит местный референдум. Неоднократно руководителями региона проводились встречи с общественностью, где обсуждались организационные моменты проведения референдума, главный из которых – создание инициативной группы. Но до сей поры никаких решений озвучено не было. К разговору вернулись накануне. Цель была выяснить из вот этой общей проблемы аккумуляторного завода, когда и в какой форме будет проводиться референдум по выполнению распоряжения президента после его приезда в город Брест. Значит, мы прорабатывали этот вопрос. Вы прекрасно знаете, что есть две формы проведения – или местные органы власти, или со стороны создания инициативной группы. Значит, несколько встреч до этого уже было. Встречались и в горосполкоме с мэром города, где звучало, что лучше этот референдум должна организовать инициативная группа. Это будет более объективно и выражение точки зрения жителей Брестского района и города Бреста. В принципе, мы с этим тоже согласились. Но для того, чтобы выполнить поручение президента, нужны быть какие-то конкретные шаги. Поэтому я сегодня обозначил не какого-то заявления о проведении референдума, не о создании инициативной группы, не о формулировке вопроса, которая появилась буквально день-два назад, они принесли какой-то вопрос. И то это не, скажем, в установленном порядке было выполнено. То есть официальных каких-то шагов со стороны активистов вот этого движения не было. Поэтому мы сегодня и обозначили эту тему. Но вопрос проведения референдума отошел на второй план. На первый вышел совершенно другой. Почему сегодня на заводе проводятся пусконаладочные работы? Четко, ясно, однозначно. Никаких пусконаладочных работ до проведения референдума не будет. Пусконаладочные работы на аккумуляторном заводе начались после признания, утратившим силу по истечению года распоряжения губернатора региона от 14 июня 2019-го о приостановке строительства. Но сама по себе пусконаладка не является признанием начала работы завода, подчеркивалось на встрече. Сама пусконаладка в случае несоответственно заявленных параметров предполагает то, что завод уже работать не будет. Но давайте, подождите, я вам позицию скажу. Давайте отыграем от того, что если завод проведет пусконаладку, вот тогда тем более нужен референдум, тем более, как юридически оформлено мнение большинства брещан. И одно здесь другому не вступает ни в какое противоречие. Это серьезнейший аргумент, если брещане выступят большинством голосов против завода. Это аргумент серьезный для завода. О проведении референдума, пока не будут приостановлены пусконаладочные работы, представители инициативной группы противников строительства аккумуляторного завода разговор вести не хотят. Члены инициативной группы требуют, чтобы пусконаладочные работы были прекращены. И тогда мы сядем за стол, чтобы окончательно все сбалансировать по референдуму. При этом же граждане сейчас четко заявили, находящиеся в том помещении, что мы не против того, чтобы решение о референдуме принимал Брестский областной совет депутатов, а не путем сбора подписей. Один из способов для нас решить эту проблему – с аккумуляторным заводом провести референдум, чтобы люди высказались. Я уверен, что люди выскажутся против. Потому что у нас, как членов общественной компании, против строительства этого завода. Масса аргументов против размещения и ввода в эксплуатацию этого опасного, на наш взгляд, предприятия. На этой встрече вопрос проведения референдума остался открытым. Но то, что он необходим, признают обе стороны. Давайте какими-то, скажем, шагами навстречу друг другу, реальными делами, мы эту проблему будем решать. Вот эта задача была поставлена. Я не знаю, надеюсь, они нас услышали, надеюсь, мы в этом направлении пойдем. Ну а все остальные вопросы, они тоже требуют решения, и они тоже будут решаться в рамках нашего законодательства. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, Новости БУК-ТВ.